Продолжение следует... 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 Сколько волев ты забил сегодня? Один забил? Когда я видел из левого кала... Если ты не видел, то я не забил. Ты же не забил? А, да ты вообще не забил, как бы не я. Я пришел, вдохнул и понял. Скажи, пожалуйста, а сколько планируешь волев сегодня пропасти? Пока что-то. Пока что-то. Пока что-то. Я старался, но не поворотов. А вы пропускали. А вы пропускали? Ага. Оксана, скажи, пожалуйста, а кто является, на вашу думку, окрім вас, фаворитом? Ну, вы по-башему, я вам не супер. Я не успел присмотреться. Я думаю, мы фавориты. Вы фавориты, да? До кого не перейдущиках? Мы фавориты, мы фавориты. Сегодня играли две фавориты. Молодцы будут играть в финале. Сайя. Будем. И снова у тебя на серии финаль? Я думаю, что вы играли в финале. Таким складом это просто за приятность. И сегодня вы играли, да? Мы постараемся, увидим на поле. Побачим, как плод с братом футбол уже, потому что в Гамск, кто выиграет. Через три хайки. Вот это еще где-то. Через кем хайки? Уезжаем потом, как он будет трогать. Медрадный играет на склад, Титан. Привет. А где этого чувака не было у нас? Мы находимся в роздягании команды Жижа. Почему так нас? Ну, вообще это в честь великого чешского писателя Джестова Жижа. Вот, да, фантастично вообще. Как и мы. Ну, где-то там. Ну, что даете вам сегодня показать фантастичный футбол? Я думаю, футбол неплохой, команда собралась. Было много моментов. Много не реализовали, в частности я. Три момента, да. Да, я даже и бачу. Был вою, они уже, думаю, в городах. Они. Да, было много моментов, но я думаю, это не предел нашей команды. Мы собираемся выиграть этот турнир. Вот. Благодаря нашей... Я бачу, вы фантазуете? Нет, мы сейчас не фантазируем, мы на полном серьезе. Благодаря нашей вообще великолепной обороне, которая не допустила на данный момент. Ни одной ошибки. Вот. Дмитрий. Пока не допустили в кадр. Атака тоже отработала хорошо. Я считаю, сыграли ярко, активно. В общем, команда показала достойность. Как вы изыграли с командой еще одну? Три ноль. Три ноль? Выиграла? Выиграла. Могло бы, значит, написали, что не было реализации. Да. Плохая реализация просто проблемы. Это только после травмы некоторые. Вот. Мы остановились после отпуска. Сколько наступил грубо фантазировать? Мы фантазировать не будем. Мы будем выходить и покупать очки. Ну, окей, окей. Ну, окей, окей, окей. В фитбурат я думаю. Да, да. Я не понимаю, я понял. Да. Окей, ну что ж. Я желаю вам перемог. И... А... Заберусь уже живой, да? Все нахомпиці, а только ты? Нет, только обмирю. Окей. Это футбол. Мы играем в футбол. А вы запросили простигальник, то вам не відраду. Хочу, хлопцы, как вы играли в первую игру? Спасибо. Ага. Наглируются. Как вы играли? 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 3-0. 3-0? Ну, для чего? Первая игра, как говорят, так. Зрозумите соперника, зрозумите поле. Первый блин, кто? Да. Первый, блин, кого, как говорят. Комянцы. Как вы играли? Как вы играли? Честно, кажется, я не догадываюсь. Левень команды, плюс-минус, вы знаете. Вон он ваш. С назвой команды. Не, ну вы ж бачите, как играют в команде. Вы ж бачите, кто, я не скажу, какие волосы. Анализируйте. Что вы так не играете, а левень. Моги, если вам достать своих помилок, мы нарисуем свои помилки. Не, мы играем, что удовольствие. Получить удовольствие. Тут, видно, что ребята уже опытные играют. Уже сыгранные. Знают себя, знают противника. Добро знают повод. Да, это аматорская лига, но есть некоторые команды, которые довольно-таки на хорошем уровне играют в футбол. Аматорский футбол. Я думаю, что вы тоже его играете. Непоганно, просто сегодня. Ну, не счастливы в первой игре, но счастливы в втором игре. Мандраж. Мандраж, да? Был? Первый раз был. На форнире. Ага. Відчуття, известность детства. Ха-ха-ха. Відчусь, мать, перемоги. Будем в следующей игре, я надеюсь. Отже, следующая игра у вас будет, знаете, с кем? Артемирович, я не знаю, с кем. Ну, добре. До того, что вы не знаете, с кем вы играете. В каких группах вы знаете? В группе Б, да? Ваши боеванцы. Ваши боеванцы. Ваши боеванцы. Ваши боеванцы. Да, мы на самом деле, не втрили. Втрилил вас, да. Хлопцы. Ну, что ж, я побажаю вам перемоги в настоящей игре. Я не знаю, с кем вы будете играть, но думаю, что команда будет против вас играть сильно. Потому что я так подивился. В принципе, команды играют непоганно. И то, что вы проиграли, это тоже невеликая проблема. Потому что, как мы уже про это говорили, то мандраж немного не в уверенности был. Но на следующую игру, я думаю, что вы будете более уверенно и обовязково переможете. Я имею в виду? Да. Спасибо большое. Мы говорим о прошлом поле, а сейчас находимся у раздягания команды Катанзар. Привет. Скажи, как выиграли первые игры? Первые выиграли. Играли с Викторией. Так. 2-1 выиграли. Ну, в принципе, дали один момент. Один момент они и забили. В конце уже, когда мы выигрывали 2-0. Вторую с UBF проиграли. 2-0. Ну, сами себе привезли два момента. Ну, UBF там тоже, как вы... Я думаю, что если у вас был тот UBF, который играет в первой лизе, то вы могли бы лучше выиграть. Возможно, да. А там сборная солянка там UBF. А там сборная солянка, и там с высшей линии понатягивали хлопцы. Ну, а где ваш преподавательный тренер? Тренер в отъезде, в отъезде, передает всем большой привет. Ага. Осим его не имеет. Да. Я сподіваю сегодня его побачить. Ну, он бы не пропустил, если бы вы были в городе. Ну, я тоже так думаю. С кем вы залишилось третья гранта? С UNICEF. С UNICEF, да. С молодежью, да. С молодежью. Ну, взагалі в целом, задоволен сьогоднішнюю грою, своєю командою? В первом тайме UBF недовольный, второй нормально отыграли, могли забить, но не получилось. И как считаешь, как играете с командой UNICEF? Не знаю. Прогнозы не буду давать. Чи удастся досвіду перемогти молодость? Все-таки. Возможно. Ну, что ж, я побажаю, мабуть, перемоги, незрочно на то, что UNICEF – это моя любимая команда. Привіт, привіт. Мы по-другому про футбол, и мы в раздягании команды Виктория. Хлопцы, первое задание хотим бы задать вам. Так, интересно. Каждый раз, когда я прохожу, это ваше место. Вы как, завчасно прохожу его занимаетесь? А если кто-то не пришел, то пинком поддать и выиграли. Получается так, что приходим просто правильно, и постоянно с собой. Мы сегодня приехали, а не самая первая команда. Но вы, возможно, самое первое, мне кажется, что вы одна из самых старших команд. Или нет? Я помилюсь. Мудрый. Мудрый. Может, сегодня не столько старших, но раньше я видел. Ну да, прошлый раз у нас самая развитая была. Самая вековая, да? Ну, средний возраст был. Самым младшим, наверное, было лет 27. Да, 33. Положен, ну ты сегодня подъехал. Скажи, что стало причиной этих двух поразов, которые были перед ним? Не фарт. Просто не фарт? Просто не фарт. Не подготовка. Это только нормально, вроде бегали, и все хорошо. Не весной. А команды, которые играли против вас, вы можете это выделить? Это средние команды, с которыми нужно было играть и можно играть? Да. Так нужно было, но видишь, не наша сегодня, иначе где играется. Ага. Олег, ты подъехал и будет третья гра. Чи будут какие-то указки на перестановки? Чи как? Все-таки ты просто прыгал пораду футболу, требуется задоволение от футбола. Не, ну надо сказать, попробуем хлопнуть в ременьку. Хлопнуть двориму, да? Конечно. Ну а уехать без хотя бы там трех чаев, хотя бы одного очка, надо отметиться. Зрозумел. Кого бы хотел изначить сегодня у своей команде, от братца и фея? Ну знаете, как ставят оценки там? Шевченко и Виталик. Последний, да, который бил у нас пенальтик. И немножко... Так вы хотите его позитивно? Да, конечно, конечно. Чтобы он не падал духом, не вешал нос свой. У него вот так он уже немножко... А так в принципе... А так все круто. Все круто, да, довольны, играем. Ради спортивного интереса. А с кем остань играл у нас? А еще с кем? Не знаю, с зелеными. С зелеными? Салатовым, конечно. С UBF, да? Да, да, UBF. Ну там, скажу вам, сборная солянка из высшей лиги и команда довольно таки непогана. Будет вам тяжко. Тем не менее, я бажаю вам грюкнути дворима и довести команде UBF, потому что они там рвут на собі сорочки и футболки, что они краши сьогодні, им рівня тут нет. А я бы обещал, что когда они програют, я прийду, чтобы они повторяли свои слова. Тому буду болевать за вас, тримати колокольчики. Я сподіваюсь, что вы победите. Окей? Спасибо. Сейчас судейский корпус надо будет. Сейчас, 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 конечно, конечно. Какие вот муси? Вовка, осторожно. Большой камер. Саня, не комментируйся. Теперь судейский медленно снизу. Вверх музыка. ου. Давай緣айся. Давайте господин эту игру, за ней берегая Трам Господь, вот на поле я был в мире успокоен, во имя Иисуса Христа, аминь. Все, товарищ судей. Каманье против нас. Привет. Каманье против нас. Привет. Крама, ображаем выборчок. Ребята, нячем. Время чемпионов в данном кубке. И вот он номер четыре. Немоверный красный гол. Скажи, друзья, планировано это забить гол левой ногой? Просто там дальнюю девятину? Да. Специальное перекладание. Сухоногол был действительно красивым. И таким голам нужно еще научиться Максиму Борисевичу. А Макс Борисевич должен был научиться делать такие голы. Гол был фантастичный. Что может сказать команда? Капитан. Вы согласитесь с этим? Не махай руками перед камерой. Мы с капитаном все решили в этой игре. Молодцы. Бондарчук. Конечно, это наш топовый игрок. Мы выбираем такую банку от тебя. Не знаю, не знаю. В полуфинале думаю. Давай в финале. В полуфинале нас не цекает. В финале я думаю забыл. В финале, да. И бегу. Меня просто выпускают в защиту. Поэтому я не забываю. Почему такая тактика? Кто выбрал такую тактику? Капитан. 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 Все вопрос для к нему. Почему Бондарчук стоит в защиту? Он на день что там играет? Ну, вообще на христианской лиге в защиту играет. А, ты в защиту. То есть как бы... То есть как бы все попало? Да. Все понятно. Все понятно. Хорошо. Все, я пошел. Хорошо. Сейчас мы общаемся с организатором команды НУЛАП, который на сегодняшний день является гравцем команды ЮБФ. Петруха, сильнее еще раз. Скажи, вы что виноват? Выиграли 2-0 благодаря тому, что выстрелила палка Олександра Борезкова аж с двух кинцов. Мы просто перед этим говорили, что палка раз у них стреляет. И Саня сегодня выстрелил аж двоя у ворота команды Катаназара. Что стало перемогою? Что стало причиной этой победы? Все-таки Олександр Борезков, который отиграл этот матч на Броздогану, или все-таки это была командная игра, а он просто подставил ногу? Во-первых, тут вся командная игра и отдельное спасибо. Он сыграл на уровне. Во-вторых, мы же самая сильная команда. Спокойно выйдем, всех порвем. То есть и Саша доказывает это. Спокойно забили два гола, спокойно выиграли. Нам тут нет равни. Ага, сегодня вам не имеет ринг. Что же будет, если вы все-таки програете кому-то из команды? Чи будут продолжатись твои такие слова? И какие слова выигрывания ты найдешь тогда? Никаких. Во-первых, такого просто не может случиться. Ты обещаешь, что если что-то станет, вы програете, и ты достаешь нам интервью. Все равно ты скажешь пару слов. Хорошо, но после этого матча я уезжаю домой. Я думаю, что тебе бояться и ничего, потому что вы обещаете выиграть, да? Конечно, легко. Это будет сделано легко. Я так понимаю, что ривных вам тут абсолютно нет. Ну, за исключением Титана, надо немного потягаться. Потягаться. Чи будет какое-то противостояние конкретное с Андреем Морозом? С Андреем? Ну, я же говорю, к сожалению, я сейчас уезжаю на море уже после этой игры. Я бы хотел, но это не получится. Ну, подожди, а вы будете играть с Титаном? Да. Он играет сегодня за команду Титан. И он играет в команде Нью Лайф. Ты организатор команды Нью Лайф. Вот это противостояние на поле. Как оно будет происходить? Вам нужно быть лучшими. Андрей Мороз захочет забить вам голы. Ты защитник. Он прошлый раз забил, но будем стараться, мы не дадим ему это сделать. Как ты считаешь, что ты способен, твой нападник, он в Нью Лайфе играет в нападе или где-то там півзахист, обиграть тебя как защитника? Думаю, да. Да? Возможно. Ты вин краший? Это не всегда. Не всегда. Все-таки я сегодня краший, да? Конечно. О, какая качественная.